В лобовом стекле троллейбуса отражаются голубое небо и белые облака. Вереница сверкающих частотой адмиралов готова к очередному выходу на линию. В начале недели потрудиться над внешним обликом троллейбусов пришлось с еще большей тщательностью, после того, как вандалы разрисовали эти три машины краской из баллончиков. Но сотрудники ТТУ, Депона Физкультурной, приложили все силы, чтобы троллейбусы как можно быстрее вернулись в строй. Правоохранительные органы во взаимодействии с муниципальным предприятием установили обстоятельства. Злоумышленники проникли на территорию депо, повредив ограждение. Самая минимальная, где была покраска, это 18 квадратных метров, мы отмывали 6 часов. А одну машину, где было 31 квадратный метр, мы ее отмывали полтора суток. Есть специальная жидкость, называется антиграффити. Ее применили, ну и плюс ветошь, тоже все вот это вот, и рабочие руки, естественно, руки людей. Водитель троллейбуса Марина Корнева может часами рассказывать о своей машине, что неудивительно. В «Адмиралах», закупленных в прошлом году на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги», есть все для комфорта водителей и пассажиров. Удобные кресла, кондиционеры, надежная отопительная система. Есть пассажиры, которые даже подходят, которые даже говорят, вот, очень красиво, которые на станции, на конечных станциях заходят, проходят, можно посмотреть, можно полюбоваться, как вот оно работает, как бы, да, мы там показываем, разрешаем, да, смотреть, вот, обычно, вот, салон, всем нравится в вечернее время, когда заходят, вот, смотрят, он весь горит, сияет, да, конечно. Очень приятно, что пассажирам тоже нравится в них ездить, не только вот, как нам за рулем, но еще и им. Второе троллейбусное депо на сегодняшний день единственное в Самаре, где есть адмирала. Всего в парке их 22 единицы. Ходят они по самому протяженному в областном центре четвертому маршруту, от завода «Металлург» до железнодорожного вокзала, охватывая более 30 остановок в каждом направлении. Право сесть за руль такого троллейбуса еще нужно заслужить. Новые машины доверили тем, кто безупречно выполняет свою работу и, самое главное, относится к технике с уважением. Это его кормилиц, то есть, конечно, за ним необходим уход также и особое внимание. То есть, это как твой друг, как брат, даже больше. То есть, это как одно единое целое водитель со своим троллейбусом. И, конечно, за ним нужно ухаживать и следить за состоянием. По информации дирекции ТТУ с охранной организацией, которая обслуживает депо, на этой неделе проведено совещание. На сегодняшний день охрана троллейбусного депо усилена. Ночью дежурят не только сотрудники агентства, но и самого депо. На сегодняшний день пассажиропоток в Самаре вырос. В прошлом году было перевезено более 63 миллионов человек. Также в городе построен новый участок трамвайных путей к стадиону «Солидарность Самара-Арена». В прошлом году на одном из узловых участков трамвайной сети внедрены автоматические стрелочные переводы. На мосту Самарский смонтирована новая троллейбусная линия. С 2019 года внедрена возможность оплаты проезда банковскими картами. Подвижной состав оснащен валидаторами. Особое внимание уделяется кадровому составу и уровню оплаты труда. Сейчас у водителей зарплата выросла на 20%, у других сотрудников на 10%. Подготовка водителей бесплатная. Она организована в собственном учебном центре. С апреля 2022 года при приеме на работу водители получают подъемные 100 тысяч рублей единовременно. Доплаты предусмотрены и молодым сотрудникам. Светлана Тимофеева, Василий Калдашов. События.